РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА Друзья мои, мы возобновляем, естественно, в наступившем году наши циклы, в том числе исторические. Я знаю, что вы их очень любите. И любите не потому, что там какие-то мы фантастику рассказываем, а потому что рассказываем то, что касается каждого из нас. Это история нашей страны, нашего народа. И закрывать глаза на наше прошлое как минимум глупо. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Василий Жанович, у вас с прошедшими, с кричением, с праздниками и, так сказать, бодрости в преодолении морозов. Да. Да, спасибо, спасибо всех также. Василий Жанович, у нас продолжается наш цикл «Гражданская война». И сегодня мы о Смольном поговорим с вами. Да, вот интересный тоже такой момент. Страниц нашей истории, гражданской войны, потому что, условно говоря, вот период советской власти, он иногда даже вот так и делят его историки, это период Смольного и период Кремля. То есть, если говорить о советской власти, вот в контексте тех центров политических, где она была, где сосредотачивалась, столичные функции выполняли, да, то вот связывают как раз с этими двумя нашими историческими местами, историческими центрами, это Петроград и Смольный, и Москва, и Кремль, соответственно. Василий Жанович, ну, а вот не лишним будет нам послушать еще раз историю о том, как вообще взор большевиков пал именно на здание Смольного института с благородными, как говорится, девицами. Ведь Петербург — это жемчужина архитектуры, и там, в принципе, очень много разного рода дворцов, вот, и таких вот особняков, и больших зданий, и поменьше. Выбор был широкий. Почему именно там? Ну, собственно, и большевиков. Не с большевиков здесь началось, потому что, если посмотреть вот на предысторию всю, то тут надо сказать, что первым местом, где, собственно, совет рабочих, солдатских, депутатов размещался, в Петрограде, это был Таврический дворец. Причем в Таврическом дворце делили пополам территорию совет и делило пополам поначалу Временное правительство. Потом Временное правительство у нас переезжает в Мариинский дворец, затем в Зимний дворец, собственно говоря, вот этим все заканчивается уже в октябре 17-го года его история. А вот совет в августе, в начале августа 17-го года в ЦИК советов и совет Петроградский, еще не в большевистском даже большинстве, так сказать, а он переезжает из Таврического дворца в Смольный. Институт объяснялась это тем, что Таврический дворец предназначался для работы учредительного собрания, что, собственно, вот и произошло потом. Как раз вот этот один единственный день его работы, учредительного собрания, он там в Таврическом дворце прошел, и все. И на этом как бы Таврический дворец закончил свою миссию, вот революционную. А Смольный институт, да, вот очень интересно здесь отметить, что к тому моменту, вот когда было принято это решение о переезде Совета, там уже начинается вот так называемое уплотнение. Уплотнение, сокращение площадей непосредственно под учебные, собственно, цели. Ну, институт благородных девиц, я думаю, это всем хорошо у нас слушатели знают, это вот словосочетание, он действительно ассоциируется именно со Смольным. Изначально в 18 столетии, позднее в 19 веке расширялся этот комплекс именно как учебное заведение. И не только, правда, для благородных девиц, вот здесь надо отметить все-таки, что уже к началу 20 столетия принимали также и девочек-сирот, или вот как еще их называли полусироты, то есть у которых был один родитель, принимали мещанок. И делился он, условно говоря, Смольный на Николаевскую часть и Александровскую часть. Вот Александровская часть, она дальше была ближе к набережной, к Неве, там как раз остался институт. И, собственно, уже при советской власти его окончательно оттуда переселили. А вот Николаевская часть, собственно, она вот чаще ассоциируется со Смольным в годы, в дни революции. Это вот фасад замечательный совершенно, который выходит на такой парадный фасад классического стиля. И там вот уже разместился совет. А большевики занимали всего лишь одну комнату. Большевистская фракция совета, она размещалась на первом этаже. Василий Жанович, но вот сам-то нет исторических документов. Почему именно на этот комплекс зданий-то пал взгляд, так сказать, революционно настроенных товарищей? Это случайность? Не совсем. Дело в том, что поскольку вот все эти здания, все эти дворцы, они принадлежали Министерству двора, Министерству императорской фамилии, поскольку после семнадцатого года, соответственно, всем ведать стало временное правительство, а Министерство императорского двора, оно, по сути, уже, как говорится, приказал долго жить, то вот эти здания, эти дворцы, они переходят под нужды, в том числе, и Советов. И не только. Там ведь и Мариинский дворец тоже самое, вот и Зимний дворец, Царскосильский дворец, вот там тоже предполагали разместить нечто такое вот новое, революционное. И Смольному в этом смысле в какой-то степени, наверное, повезло, потому что Совет, ну, стал, как бы, изначально уже исходить из того, что там будущее государственное учреждение должно находиться, да, и то есть должен поддерживаться какой-то вот такой порядок, сохраняться должно здание. Ну, выглядело оно, правда, в те времена не так, как сейчас, потому что вот эти замечательные пропеллеи, которые ведут к фасаду Смольного, ну, естественно, памятник Ленину, это все появляется у нас в двадцатые годы. А тогда это была такая площадь ровная, и небольшие такие деревья, есть фотографии, сохранились, небольшие такие деревья вот стояли перед этим большим фасадом. — Василий Жанович, ну, наверное, не лишним будет сказать, я понимаю, что эта информация-то такая достаточно популярная, но, тем не менее, объяснить нашим, может быть, юным слушателям, а вообще ситуацию с образованием женщин дореволюционным, да, и вот это само словосочетание «Институт благородных девиц», все это вызывает, наверное, улыбки, кто-то морщится из феминистически настроенных элементов, может быть, вот, но, тем не менее, в принципе, вот до революции, как у нас обстояло дело с женским образованием, насколько вообще, в принципе, считалось, что для женщин это лишнее? — Очень хорошо вот вы этот вопрос задаете, потому что вообще, если говорить об уровне грамотности, да, вот у нас такой традиционный вопрос очень часто обсуждается, насколько много было грамотных в Российской империи, здесь все очень дифференцировано, поскольку вот отношение, например, к девочкам, подросткам, к женщинам, да, что вот им обязательно нужна грамота, что они обязательно должны получить образование, вот такой установки не было, не существовало. И если посмотреть материалы переписи всероссийской там последней перед революцией статистику, то там достаточно четко вырисовывается ситуация, что горожанки, девочки-горожанки, девушки-горожанки, жительницы городов и молодежь, молодого возраста, они в целом грамотнее, чем сельские, допустим, девушки-крестьянки и более преклонного возраста. То есть вот такая интересная получалась дифференциация. Чем моложе, тем грамотнее, и чем урбанизирование, тем грамотнее. А вот в селе, да, здесь, конечно, просто была такая точка зрения в деревнях наших российских, что нужно выучить, ну, семья многодетная, нужно выучить грамоте там одного-двух детей максимум, а для остальных это не нужно. Девочкам тем более, зачем им нужно учиться. К сожалению, были такие вот, да, установки. Василий Жукович, а насколько мы в этом, ну, мы привыкли сравнивать со своим временем, потому что мы его как бы хорошо изучили, со смоледства, да, и многие вещи кажутся ужасными. Но это неправильная методика, надо сравнивать ситуации в целом, как говорится, по планете. Ну, не с республикой Конго демократической, но хотя бы с Европой, так скажем. Вот если взять Германию или какую-нибудь там Францию, Италию, насколько там вот женщины находились, ну, вот в подобном российскому состоянию? Похожие были, да, примеры. Конечно, тоже сельская местность, она в этом смысле была более консервативна. Но я даже вам по Российской империи скажу. То есть, вот, например, прибалтийские губернии, Финляндия, да, собственно, тоже ведь она входила в состав Российской империи. Вот там же уровень женского образования был в разы выше. Это точно совершенно. Польша тоже отличалась. Ну, можно, конечно, это отнести за счет того, что там, может быть, несколько более такая феминистическая культура, да, но в целом, в целом, как бы, вектор развития был тот, что и в России постепенно, постепенно уже пробуждался интерес к тому, что все-таки женщины тоже должны иметь образование, что они должны иметь равноправие. И вообще, это ведь один из лозунгов революции, собственно, да, вот дайте равные права женщине. Лозунг 17-го года. Василий Жанович, а вот это образование, которое получали благородные и даже уже под конец, как вы говорите, неблагородные девицы, оно им что в жизни-то давало? То есть, вот, грубо говоря, эти корочки, они какие перед ними дальнейшие двери открывали? Ну, для благородных девиц это было, конечно, статусно, то есть, иметь образование так, как его готовили, как ему, в общем, уделяли внимание в том же самом институте благородных девиц. Это действительно очень-очень высокий статус. Я могу сказать, что изначально, уже когда создавалось это заведение, известный факт, что здесь у истоков женского образования как раз стояла императрица Екатерина II, а там уже была установка дана на то, что девочки должны знать как минимум четыре иностранных языка. И уже вот в 19-м столетии к ним добавились естественные науки. Вот интересный факт, когда был директором Смольного, правда, короткое время Ушинский, знаменитый наш педагог, вот он стоял на том, чтобы вводились естественные предметы. Смолянки начали изучать физику и химию. Ну, само собой, само собой изучались благородные манеры, безусловно. Потом стали изучать домоводство. Ну, то есть вот такой практический контекст здесь тоже присутствовал, конечно. Для мещанок, для крестьянок тоже, в общем-то, конечно, статусное значение это имело, но они не учились, вот крестьянские дети, да, они не учились, естественно, в институте благородных девиз, там существовала сословная градация, но грамотная девочка в перспективе, вот опять же, если смотреть Россию начала 20-го столетия, грамотная женщина, да, то есть здесь тоже перед ней открывался путь определенный, что она могла и переехать в город, как-то там устроиться на более высокооплачиваемую работу, ну и уже вот социальный лифт здесь начинал двигаться вверх. Василий Женщич, ну а для женщин-то действительно были открыты какие-то должностные, как говорится, каналы для роста, потому что когда мы видим списки там или юбилей русских государственных деятелей, да, дореволюционных, то в принципе это сплошняком одним мужики. Здесь, да, здесь гораздо сложнее в этом отношении, но как бы, опять же, смотрите, интересный такой момент отмечу, у нас интересный пример вот истории нашей, да, это, собственно, мой университет, да, Московский педагогический государственный университет. Изначально ведь его история, она идет от высших женских курсов, это тоже женское образование, но обращали многие современники внимание, вот вторая половина 19-го столетия, дата образования это 1872 год, обращали очень многие внимание на то, что, собственно, вот какие специальности-то основные для женщин, для девочек, для девушек, которые вот заканчивают высшие женские курсы. Врач и учитель, собственно, и говорили поэтому, что вот две женские профессии, самые основные, это лечить и учить. Ну, здесь, конечно, это не в плане какого-то упрека, потому что говорили, что ведь это же важно с точки зрения милосердия, женщина по натуре своей милосердна, сострадательна, поэтому вот лечение и учение, это как бы ее вот суть выражают, да, суть ее характера. Но позднее, позднее, дальше больше, потому что возьмем Первую мировую, мы здесь видим примеров довольно много, когда у ушедших на фронт мужчин, у станка там, вплоть даже до, были такие факты интересные, даже машинисты паровозов, я уж не говорю о кондукторах там, о машинистах, вагон, вожатых трамваев, здесь появляются у нас женщины, появляются женщины, работают и, в общем, очень даже хорошо себя проявляют. Василий Женщинович, ну вот вы упомянули, что революция, да, русская 17-го года поставила в том числе и освобождение женщин своей силой, своей целью, а можно ли назвать женщину в 17-м году одной из движущих сил вот этих революционных событий? Или это все-таки такие красивые слова, элегантные, да, скажем так, пропагандистские, а на самом деле, ну, вот такого осознанного и массового участия в революции ради прав, значит, и свобод конкретно женщины, ну, такого не было. Бесспорно, бесспорно, движущая сила, одна из движущих сил, хотя, конечно, здесь нельзя, наверное, вот так прям гендерный такой подход категорически утверждать, но я напомню просто вот два факта интересных. Первый факт, я думаю, хорошо всем известный, с чего начинается у нас февральская революция, февраль 17-го года, это как раз день работницы, международный день работницы, как он тогда назывался, позднее это будет международный женский день, и демонстрации женщин, демонстрации протеста против роста цен, против того, что вот их мужья на войне погибают непонятно за что, и с этого это запал такой вот февральских событий, февральско-мартовских событий 17-го года. А следующий момент интересный, это вот уже из гражданской войны, казаки на Дону очень были недовольны тем, что вот дали право участвовать в выборах казачкам, а стариков при этом, стариков-казаков отстранили от участия в выборах советы вот местные, и они говорили, ну как же так, вот наши старики, да, уважаемые там, они вот не имеют права участвовать, а какая-то там баба, да, наша, ну хотя она, конечно, умная, потому что казачки, это, это очень такой тоже вот развитые женщины, и практически все тоже грамотностью отличались, но вот они очень сетовали по этому поводу, что вот новая власть, она как бы стариков отделяет, а в этом был некий смысл, потому что старики были как раз консервативно настроены, и далеко не всегда советскую власть это поддерживали. Вы, Василий Жанович, за слово баба не извиняйтесь, оно тогда было нормальным, это сейчас, как бы, так сказать, ему приписывается псевдо-ругательное значение, а тогда так и говорили, мужик, да баба, правильно, вот, да. Василий Жанович, и возвращаясь теперь уже теперь к Смольному, да, к зданию, комплексу зданий, а сами воспитанницы-то как с ними обращались, чтобы их, как говорится, поджать в их хоромах государственных? Ну, обращались очень своеобразно, потому что, как я уже сказал, здесь произошло такое уплотнение существенное, то есть всю вот эту Николаевскую часть потом явочным порядком занял совет, но опять же, он как продвигался? Он продвигался, как говорится, с первых этажей на верхние, и вот военно-революционный комитет ревком, он на третьем этаже, верхнем этаже Смольного, он занял сразу у нас четыре комнаты, и первая из них, номер 75, 75-я комната, она потом стала таким, ну, символом своеобразной борьбы с контрреволюцией, потому что именно здесь находилась комната, где был Держинский, и куда приводили контрреволюционеров, их там допрашивали, и вот было такое даже словосочетание «отправить в 75-ю комнату». Вот тебе отправили в 75-ю, и все, понятно, значит, что с тобой дальше будет. Ну, это уже беспросветная, да, такая перспектива? Ну, нет, не совсем, не совсем, но это действовало, то есть по Питеру ходило вот уже такое понятие, что если ты попадаешь в 75-ю, значит, это такие суровые руки революции. А уже потом арестованных начали отправлять в подвал. Дальше вот когда уже образовалась ВЧК, это Гороховая-2, это знаменитое здание Гороховая-2, собственно, это музей теперь там располагается, но это уже позже, это уже вот конец 17-го года. Василий Жаноч, а вот не могу не спросить, смотрите, так сказать, такие боевые люди с винтовками, с трехлинейками, с наганами, да, вот, в общем-то, суровые мужчины и вторгаются, как говорится, в женское, так сказать, в женский рай образовательный, да, что-нибудь известно о каких-то эксцессах на этой почве? Известно, были случаи, значит, такие, прежде всего, что, ну, действительно, вот, как вы заметили, да, охрана вот Смольного, она была вообще достаточно разнообразной, потому что изначально там были просто красногвардейцы, отряды Красной Гвардии выполняли эту функцию, и матросы потом к ним присоединились. А потом были пулеметчики, вот, солдаты того самого пулеметного полка, который выступал в июле против временного правительства, несли охрану. Потом, наконец, вот, уже 17-го года появляются латышские стрелки знаменитые. Они берут полностью уже охрану под свой контроль, но да, пока была такая вот разнообразная публика, разношерстная, да, вот на охране Смольного, то директриса Смольного, княгиня Голицына, она, есть такой факт, она даже обращалась к Ленину с тем, чтобы вот, ну, не то, чтобы оградить как-то, да, вот, девочек от каких-то там насильственных действий, собственно, там их мало уже оставалось, там довольно небольшой был контингент, вот как раз в этой Александровской части, а главным образом она сетовала на то, что очень крепкая брань в воздухе висит. Вот это возмущало их уши, но, с другой стороны, а как по-другому-то было бы. Ну, конечно, Василий Жанович, это мы с вами, как говорится, недобитые интеллигенты можем разговаривать без мата, я понимаю, да. Друзья мои, так, Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, сегодня мы продолжаем цикл «Гражданская война», говорим сегодня о буднях Смольного, то есть первый такой опорный, пункт советского правительства. После новостей продолжаем. Гражданская война. Друзья мои, сегодня я с Василием Жановичем Цветковым, с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Мы продолжаем наш цикл «Гражданская война», говорим о буднях Смольного. И, Василий Жанович, ну, имеет смысл тогда обсудить личность коменданта, да, Смольного, тем более, что он же потом переехал в Москву, там заведовал Кремлем, вот, и он же, я так понимаю, этот же человек лично расправился с таинственной Фанни Каплан, которая по одной из версий стреляла во Владимира Ильича Ленина в 18-м году, правильно я понимаю. Да-да-да, совершенно верно. А Петр Майков, да. Да-да, Василий Жанович, ну, в этой связи такой вопрос. А как происходило тогда назначение на те или иные должности? То есть мы понимаем, что в любом государстве в мирное время это очень сильная такая, такая реакционная и забюрократизированная машина, да, где процессы очень плавные, где какие-то там подводные переговоры и так далее, выстраивание каких-то схем, как говорится, система сдержек и противоречий, и все вот это вот, так сказать, вот это все завуалировано, так все не очевидно. А тогда как вот было в явочном порядке, пришел и говорит, я хочу быть комендантом Смольного, давай, иди работай. Как тогда дело обстояло? Ну, не настолько, конечно, но похоже. Дело в том, что аппарат Совнаркома, аппарат вообще вот советской власти, он только-только еще создавался. И по сути он создавался с нуля во многих отношениях, поэтому вот той бюрократизированности здесь по определению быть не могло. Конечно, работали вот служащие старого аппарата, мы уже говорили вот в одной из прошлых программ об этом, но они работали уже не на руководящих должностях, а они работали вот именно как техники, как спецы, там военспецы, гражданские спецы и так далее, не больше. А вот руководящие должности действительно должны были получать люди из народа, вот из массы, из толщи вот этой народной. Ленин, он однозначно совершенно в те дни, вот именно октября, ноября, декабря 2017 года, считал, что чем больше давать вот эту инициативу Низам, чем больше давать возможности роста, вот в том числе и такого служебного, карьерного роста, простым рабочим, матросам, там крестьянам, вот собственно советская вертикаль, она и считала, что она должна строиться на этом, тем лучше. И это будет совершенно новый аппарат, вот отсюда эта знаменитая фраза о кухарке, которая научится, научится, может научиться управлять государством, повседневной своей жизни, повседневной своей работе. Ну а если говорить о конкретных примерах, вот напомню, как у нас стал наркомфином Минжинский, которого просто Ленин поймал и, в прямом смысле слова, уговорил принять эту должность. А что касается, например, наркома иностранных дел, ну был Троцкий, но был управляющий, наркоматом иностранных дел, такой матрос Маркин. Опять же, на матросов обращали внимание еще и потому, что Центробалт, вот его органы, по сути, он командовал, уже руководил Балтийским флотом. И считалось, что балтийцы, матросы, балтийцы, тем более члены партии большевиков, это, ну, очень-очень проверенные люди, то есть на них стопроцентно можно положиться. И вот этот матрос Маркин, он как раз взял на себя миссию публикации всех практически секретных протоколов, договоренностей, которые были заключены российским МИДом в период Первой мировой войны. И даже предисловие написал к этой книге. Несмотря на то, что он не знал ни одного иностранного языка, Маркин, и потом он, в общем-то, отпросился уже с этой должности, он стал командовать на Волжской флотилии, флотилии, была там канонерская лодка «Ваня коммунист», он и погиб на ней. А с Мальковым, вот Петром Мальковым, комендантом Смольного и позднее уже комендантом Кремля, похожая история. В принципе, потому что... Василий Жанович, маленькая ремарка. Я вот смотрю фотографии, как говорится, тех лет, да, ну, любой из наших слушателей может набрать в поисковике. Павел Мальков вылезает, вылезает фотографию, ну, такой, знаете ли, вот, вот если вне контекста того, о чем вы говорите, о тех страшных временах, да, ну, такой вот милый, такой вот, милый такой товарищ. Может быть, вот если мне флотская фуражка, так можно сказать, поэт вроде как, да, с виду, вроде Есенина что-то такое. Да, согласен, это было у него. Но вообще здесь больше, может быть, вот опять же сыграло роль то, что он старый член партии большевиков. То есть он участвовал еще в русской революции, первой русской революции. А позднее он, несмотря на вот такое революционное прошлое, он все равно оказался на флоте, был призван на службу, был матросом первой статьи, то есть это по градации, вот если смотреть армейской, это Ефрейтор. Чин Ефрейтор соответствовал, матрос первой статьи, служил на крейсере Диана. Причем, что интересно, его командир, командир крейсера Диана Иванов-7, такая тоже интересная фамилия, он оказался затем заместителем Дыбенко по морским делам. То есть здесь вот тоже, может быть, какая-то такая была связь. И он с Мальковым встречался в Смольном, и Мальков как раз рекомендовал своего бывшего командира, офицера, дворянина, он его рекомендовал на вот такую должность, потому что, как считалось, что это был капитан такой исключительный, он очень хорошо относился к матросам, и вот такое у него положение оказалось. Сам Мальков, он здесь тоже не надеялся, конечно, на какую-то высокую должность, но как произошло назначение? Просто призвали его, вот рекомендации Центробалта у него была, была, причем он продолжал числиться, формально он продолжал числиться матросом крейсера Диана, а фактически он был назначен комендантом 29 октября 1917 года и начал наводить порядок твердой матросской рукой. Очень интересные по этому поводу у него воспоминания, то есть их можно прочитать, и в сети они есть, и они неоднократно издавались в Советском Союзе, вот записки коменданта Кремля, и там очень-очень много вот таких вот интересных бытовых подробностей, хотя, конечно, многое он не знал, вот о жизни Ленина, безусловно, если говорить о каких-то социальных моментах, там лучше и больше, конечно, писала Крупская на воспоминаниях, но тоже вот ее воспоминания известны, можно тоже к ним обратиться. И Мальков, он эту должность стал рассматривать с очень такой большой долей ответственности, потому что вот на него как раз и пала вот эта миссия окончательной уже ликвидации Смольного института, он беседовал с Голицыной, и интересная такая история вышла, он поначалу предложил им переехать в Александровскую лавру, но не удалось это сделать, и позднее Ксениевский институт, так называемый, Ксениевский институт, названный так по имени Ксении, дочери императора Александра Третьего, и туда вот Смолянки, оставшиеся, кто еще вот был в Александровской части, они туда переехали. Но директор Ксениевского института, он не хотел поначалу их принимать, говорил, что у него самого много воспитанниц, и поэтому пришлось к Малькову пригрозить ему 75-й комнатой, вот этой знаменитой. После этого все, Смолянки были размещены, окончательно уже переехали из Смольного вот на эту, в этот Ксениевский институт. А в их здании, кстати, вот интересно тоже, Мальков разместил в ЦИК уже крестьянских депутатов, и практически весь комплекс Смольного был занят вот советской власти, органами советской власти. Мебель, мебель всю снесли в храмовую церковь, то есть она не обслуживалась, там прекратились богослужения, Смольный монастырь. Ну, вообще, конечно, у Малькова много таких интересных ремарок по поводу того, как он организовывал вот этот порядок, потому что действительно хаоса было довольно много. Пропуска поначалу выдавались всем, кому не лень, то есть там даже контраблюционеры спокойно могли пройти в Смольный, пока Мальков не упорядочил вот эту выдачу пропусков. И появляются у нас знаменитые красногвардейцы, да, со штыками, которые вот они, эти мандаты, в частности, там на штык надевают. Но были разные там категории мандатов, там многоразовые пропуска, как говорится, существовали тоже. Вот, затем Мальков довольно много внимания уделял питанию. Вот, как банально, да, может быть, прозвучит, но вот очень часто идут всякого рода спекуляции по поводу того, что вот в Смольном там, значит, они все питались, чуть ли не красную икру каждый день ели. Красная икра там действительно была. Это тоже интересный такой факт. Да, была, но она была разова. Там была не только красная икра. Разова, раз в день вы имеете в виду? Нет, разова в том смысле, что она появилась на столах после того, как была ликвизирована баржа с икрой, стоявшая на Неве. Просто вот она, условно говоря, оказалась как бы без хозяина, да? Ну, а поскольку у нас... А хозяин посетил 75-ю комнату? Нет, вот это трудно сказать, где он был, но в любом случае баржу решили национализировать, и вот появилась икра в столовой Смольного. Но это было, там продолжалось это все, ну, сколько? Это продолжалось там от силы неделю, не больше. А вот такая же интересная история... Ну, то есть они целую неделю питались только икрой красной? Ну, не только, конечно, но они ее... Ну, да, еще и яичные черные. Могли на хлеб намазать, и вот такая же интересная история, Мальков и описывает, получилась с халвой. То же самое. Риквизировали халву, значит, брошенные там были вагоны, опять же, хозяина нет. Ну, а, собственно, что там о хозяине заботится, когда принцип частной собственности отменен, да? В данном случае уже красногвардейская атака на капитал идет полным ходом, и в Смольном появляется халва. Но, опять же, она появляется вот разово. Причем она вызвала даже недоумение. Ну, то есть пока вагон... Пока вагон не съели, не угомонились. Василий Жанович, а, в принципе, вот чтобы понимать-то, там сколько народу-то сидело в Смольном в целом? Ну, вот если целую баржу, вы говорите, целую баржу икры неделю ели? Ну, по-разному, потому что очень большой процент был тех, кто приходил в Смольный. Это ходоки. Это знаменитые ходоки, которые вот появляются, ну, я думаю, многие слушатели знают замечательную картину ходоки у Ленина, да? Вот они как раз появляются, они идут к Ленину на прием. Ленин их каждый день принимает, начиная с 10 утра. У него был вот такой пункт в его рабочей повестке дня. Беседует с ними и предлагал им, это уж точно было совершенно установлено, неоднократно об этом вспоминали те, кто в Смольном побывал, предлагал им обязательно отобедать в нашей столовой. То есть это вот такой был радушный жест как бы хозяина, да, Владимира Ильича по отношению к его посетителям. То есть был смысл сходить в Смольный, поесть икры, а потом халвы, да? Ну да, наверное. Хотя вот в среднем, вот если брать такой среднестатистический паек, который был в Смольном, это я могу назвать, это тут нет никакой тайны, это пшено, это пшенная каша, это чечевица, чечевичные похлебки там условно говоря, да, вот все, что из него можно было сделать. Это чай, причем чай достаточно жидкий, морковный чай, как вот там называли, с добавлением в частности, вот как раз жмыхов и моркови. И селедка, черный хлеб, ржаной хлеб. Причем хлеб тоже вызывал у многих недоумение. Вот в частности солдаты там, когда с фронта приезжали, есть такой даже сохранился случай, когда один из солдат, узнав о том, что вот Ленина кормят таким вот, как солдат посчитал, совершенно никудышным хлебом, смекиной, да, он половину своего собственного хлебного каравая отрезал, отдал Ленину. На, Ильич, ешь хлеб. Гражданская война. Друзья мои, Василий Жанович Цветков с нами, доктор исторических наук. Но вот сегодня несколько раз прозвучал номер 75-й комнаты. Василий Жанович, вам неизвестно, нынче-то в Смольном, где тоже как бы работает администрация, вот гражданская, там что находится? Вот тут надо посмотреть, потому что потом делались перестройки, очень много делалось таких внутренних уже. Ну, могу сказать точно совершенно, что вот просто можно зайти на сайт музея, да, вот музейного отдела Смольного, что вот приемная Ленина и его рабочий кабинет, они сохранились. А Ленин тоже менял место, да. Да, Василий Жанович. Ну, а вот, в принципе, так вот история-то достаточно жесткая и жуткая, да. За что могли человека, в принципе, вот тогда, в последние дни 17-го года, пригласить в 75-й кабинет? Ну, главное, конечно, это подозрение в контрреволюции. Это однозначно совершенно. Тоже Мальков об этом много пишет. То есть здесь не брезговали вот даже таким вот способом, как, ну, условно говоря, использовать пролетарское чутье. Вот кто-то там, допустим, попался, да, вот Мальков тоже описывает, например, как они уничтожали, громили офицерские клубы, так называемые. Ну, там действительно, мы вот и говорили в прошлый раз тоже о том, что вот и покушение на Ленина готовилось как раз в одном из таких офицерских клубов, собственно, было сделано. Ну, и как проходила операция? Самых подозрительных, вот вопрос, критерия, да, что это такое, подозрительных офицеров, отправить в 75-ю комнату. Но это тоже не нужно понимать, что с ними там сразу вот их там поставят к стенке, расстреляют. Нет, ни в коем случае. Здесь вообще надо отметить, что одним из первых таких актов, который был принят в первые дни советской власти, это была отмена смертной казни. Но то, что вот их будут допрашивать, то, что их потом могут отправить, если уж не в подвал Смольного, то уж в Турбецкой бастион Петропавловской крепости, это уж точно совершенно, или в Кресты их отправят, это да, это могло быть. И поэтому такое вот действительно впечатление производила эта 75-я комната, что там с контрреволюционерами церемониться не будут. Но еще интересный был эпизод, вот Мальков описывает его, кстати, это был случай, когда Малькова приняли за Ленина. И якобы то, что вот он, самые Ленины есть. Он задержал группу обывательниц питерских женщин, которые в полный голос ругали, бронили большевиков Ленина, как раз тот самый момент, когда Ленин с Крупской отправился на прогулку. Каждый день они гуляли по набережной Невы, они гуляли без охраны. Это было вот такое совершенно категорическое требование Ленина. Охрана была у него только после покушения, первого покушения январского 18-го года. И вдруг Мальков, значит, ну, он ходил там на достаточно большом удалении, и ему донесли о том, что вот собралась группа женщин, которые кроют там последними словами Ленина, а Ленин пошел гулять. То есть он может на эту группу женщин просто-напросто натолкнуться. Что делает Мальков? Тут же высылается от красногвардейцев, который всех этих женщин забирает в Смольный. А сколько их было-то, Василий Жадович? Это не сохранилось в истории, к сожалению, но, наверное, где-то десяток был уж точно, не меньше. И потом Мальков собирается их вот уже как-то допрашивать, кто они такие, откуда они взялись, зачем они рядом со Смольным находятся, и вот так публично ругают власть. Без всяких, без всяких там колебаний. Но и не получилось у него это сделать, потому что красногвардейец, который стоял на страже, там, ну, совершенно банальная история произошла. Одна из женщин попросила выйти, да, из этой комнаты ночью, и под этим предлогом женщины, как раз к вопросу о вот этой женской эмансипации, да, набросились на этого красноармейца, красногвардейца, он их удержать не смог, и осталось там несколько человек, буквально, вот, которые просто сами, видимо, там в этой комнате остались, остальные все сбежали. И Крупская уже пошла к ним, стала их спрашивать, что такое, кто вы такие, а они начали говорить, да мы вообще не знаем, что такое Ленин, вот нам сказали, что Ленин плохой, вот мы его поэтому ругаем, и все, она приказала их отпустить, то есть никаких там репрессий по отношению к ним не было сделано, и вот одна из этих женщин, как раз проходя, уже уходя из Смольного, проходя мимо Крупской, она спросила, это вот Ленин, да, вот на Малькова, ну нет, конечно, это был не Ленин. Василий Жанович, ну, а вот, а вот с вашей точки зрения, а как вот должно работать пролетарское чутье, ну, я имею в виду, на врагов советской власти, вот как нам, мне кажется, очень надо пригодиться нам это чутье. Я уж не знаю, пригодится оно или нет, но во всяком случае, применительно к тем временам, вот к тем дням, да, пролетарское чутье по-разному совершенно могло проявляться, но здесь еще даже вот не чутье, слово чутье, оно может быть не очень хорошо здесь подходит, хотя оно использовалось, кстати, так же как и слово бабы, тоже в этом ничего плохого никто не видел, вот, пролетарский инстинкт, это тоже вот такое словосочетание было, это то, когда ты видишь человека другой совершенно, как бы формации, другого образа жизни, другого стиля поведения, и здесь вот этим атрибутом, этого другого стиля поведения могло быть, к сожалению, все что угодно, а вот если почитать воспоминаниями мигрантов, например, например, чистые руки, в том числе, или например, очки, вот как ни странно покажется, очки наличие... Василий Жанович, не будем переходить на личности, нет, я ничего не хочу сказать плохого, но вот, например, один из сельских сходов, в Калужской бутербурге, Василий Жанович, ну мы давайте продолжим тогда про пролетарское, про пролетарское чутье в нашей следующей уже разговоре, друзья мои, весь цикл «Гражданская война» доступен вам для прослушивания в удобное время на сайте radiomayak.ru Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, с нами в этом цикле. Да. еще больше подкастов на radiomayak.ru «Гражданская война» сталreichонным, Мис Hospital овсем